Приветствую вас, и первое, что вам нужно сделать, желательно сделать, это понять, что подруга переживает сейчас определенное состояние, которое называется фрустрация, то есть невозможность выполнить то, что ты задумал, невозможность исполнить то, что ты хотел. И у нее сейчас та стадия, самая первая стадия, стадия агрессии, аффекта, когда человек реагирует таким образом, что обвиняет всех вокруг, что он не смог добиться того, что хотел. Что нужно вам сейчас сделать? Успокоиться, дать подруге выплеснуть всю свою негативную энергию на вас, но при этом не воспринимайте ее серьезно. Человек, находящийся в аффекте, причем аффект может быть как затишенным, так и кратковременным, не отдает себе отчет в том, что он делает и говорит. Пусть пройдет время, пусть подруга успокоится, пусть подруга придет в норму, придется им быть в порядок, тогда вы сможете еще раз с мной поговорить. Если она вашей дружбой дорожит, она попросит у вас прощения за слова, извиниться и вы продолжите дружбу. Если она вашей дружбой не пройдет или общается с вами исходя из своих личных интересов, то тогда она прощения просить не будет и, к сожалению, нужно будет сконсантировать, что у вас подруги больше нет. И в этом случае, я бы вам порекомендовал бы подумать, ведь если человек на вас срывается, значит очень сильно расстроилась, она очень сильно расстроилась, что не смогла поехать куда-то. Не совсем понятно, она была, наверное, поехать с вашим мужем или ваш мужчина, просто ей помочь должен быть, но то, что она расстроилась, означает, что для нее это было очень важно. Вам желательно понять, в чем заключается важность того, что она делает, делала, пыталась делать, и вот исходя из этой важности, анализировать ее поведение. Еще раз повторю, вы пишите, значит, после разговора с вашим мужем, они договорились о поездке, хотя он не обещал, что поможет. Вот, если они договорились о поездке, но ваш мужчина не обещал, значит, ваша подруга надеялась, вероятно, провести с ним время с мужем. И тогда ее реакция объяснима, к сожалению, если они не должны были вместе ехать, или должны были ехать к какой-то особой цели. Ну, например, анализировать эту цель, что это за цель, и почему она так важна для вашей подруги. В любом случае, реакция подруги есть проявление субъективной ценности того, что она делает. И понять эту реакцию можно лишь после того, как вы выявите предметность этой субъективной ценности. Что именно представляет для нее ценность? Что для нее ценность? И тогда вам сразу станет понятно ее поведение, и вы дальше будете ясно представлять себе, как на него реагировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой отверг, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны.